Взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Хочу сказать, это не угроза, что сейчас по моему поручению военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства на Черном море. И наши самолёты МиГ-31 вооружены комплексами Кинжал. Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров с вопросом 9 махов. Президент Украины практически похвастался тем, что Киев не только получил, но уже и начал использовать американские дальнобойные ракеты Атакамс. Вашингтон тоже подтвердил, что в режиме секретности действительно передал эти ракеты киевскому режиму. Кто-то подтвердил в режиме секретности. Что он передавал в режиме секретности эти ракеты. И вот насколько мы понимаем, эти ракеты значительно расширяют радиус возможных ударов, в том числе и вглубь территории России. Насколько это серьёзно может изменить обстановку, и как Россия будет реагировать? Во-первых, это, конечно, наносит вред. Это создаёт дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. И, конечно, я сказал, что они представляют угрозу. Это само собой разумеется. Но что самое главное, это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать. И, наконец, следующий момент. Это очередная ошибка со стороны Соединённых Штатов. И сразу по нескольким причинам. Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать, ну вот, если бы мы всё поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому эта ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию. Вот они начали давно уже анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть. Результата нет. Так же, как было на Запорожском, на других направлениях. Вот поэтому и с этой точки зрения это тоже ошибка. Ну и, наконец, ошибкой уже более масштабного, пока невидимого характера, но всё-таки имеющего большое значение, является то, что Соединённые Штаты всё больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются. Это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют. Плюс ещё на фоне ближневосточного конфликта всё это происходит. Всё это накаляет атмосферу. Вот они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Хочу сказать, это не угроза, то, что я сейчас скажу, о чём вас проинформирую. Но по моему поручению военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирования в нейтральной зоне воздушного пространства на Чёрном море. И наши самолёты МиГ-31 вооружены комплексами Кинжал. Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров с вопросами 9 махов.